прискакал и опять к этой крепости не поленился немножко еще разок все снять тут получше эта стена кстати тоже такая обалдеть что это такое просто жесть интересно что это за стена все же мне непонятно никак не знаю что я там снимаю вообще ничего не вижу через эти щели чем это сделали биту вам что ли жили эту битум я не достану рукой потрогать если конечно биту вам то обидно не знаю чем это сделано потом посмотрю сам интересно что за фигня потрогать не могу не хватит у меня длинный рук ну да ладно битум это или нет ну немножко похоже на битум честно говоря ничего у меня нету такого чтобы какой-нибудь шесток чтобы туда ткнуть и ткнуть немножко сейчас похожи может что-нибудь попадется такое ну раз уж я здесь решила посмотреть что такое чудом с трубами зачем-то много так труп куда честно говоря таки не понял вот колонна шарик не понял я в одну трубу я заглянул там вроде как заложено таким же мелким камнем как другие арки я смотрел в одной или двух я видел крупный крупный такой щебень очень крупный просто огромный щебень сейчас пойду по и по верху и посмотрю что там такое ну где пошел обратном направлении чуть не проскочил сюда тут какая-то полуарка нафига она тут непонятно совершенно кто-то иногда такое попадается как тут можно понять вот для чего взяли по полуарочку здесь выложили здесь вот этот бетон с крупный катыш и вот эти вот здесь возможно его обработали он не сыплется совершенно по поводу вот этих окатышей здесь оказывается тут недалеко он и знакомый живет я с ним поговорил он говорит а тут где не начни копать здесь все вот такое вот ну как бы горная местность не знаю как они тут таких много образовались ну ладно не буду гадать не знаю пойду я сейчас через туннель здесь там не говорит писали по поводу гадят не гадят двери закрытые чтоб не гадили такое я уже слышал такое я уже слышал ну вот здесь туннель небольшой здесь почему-то никто не гадит да или можете я не заметил что здесь не гадят еще раз посмотрю внимательный может на эту какашку пока не вижу в общем трубу я заглядывал практически во все там ну скажем так по одной варке там и оказывается их много таких арок очень много таких труб поэтому по одной как минимум я заглянул каждой арке где-то просто земля осыпавшаяся где-то крупный очень крупный щебнем засыпано в одно я видел к сожалению не фотографию не видео не могу сделать трубы не такие уж толстые поэтому камерой туда заглянуть как бы нереально я сейчас пойду вот на там есть маленький выступ покажу сколько их здесь они внизу находятся и под одной аркой ну вот скажем вот такой вот вот камень было прям заложено вот как под другими ранее я снимал а под одной было просто засыпано крупным вот щебнем вот скажем он вот такой но он беспорядочно валялся как насыпанный там вроде сейчас я выйду и покажу сколько их здесь в общем они идут туда еще стена вот где загибается они туда идут ведь везде там вот так они выглядят дело в том что они не такие уж короткие поэтому фотографию это надо фотоаппарат и телефон это нереально просто сделать фотографию просто под одной из каких-то я видел что прям заложено четко но ничего не могу говорить был там проход не было прохода это только одни догадки поэтому бесполезно что-то говорит там на эту тему есть тут под этой горой она довольно очень высокая вполне возможно какие-то туннели тут все таки есть потому что я сейчас еще пройдусь немного поснимаю сделаю фотографии какие просто зарисовочки а потом когда выйду из замка я попробую все же там пройти туда под мост именно под мост где вот эта бойница вроде как выглядит бойница и туда заглянуть посмотреть что там и где вот там арка заросшая попробую еще туда заглянуть не думаю что там вот эти кусты мне это что-то вроде вот в юна только он покрупнее такой позеленей темно зеленый и он круглый год зеленый он зимой даже зеленый вообще смотрится партика заработал вообще прикольно смотрится он еще деревья отбивает стволы там на половину и выше и зимой снег лежит а вот эти этот вьюн он по земле вьется зеленый и стволы зеленые вообще смотрится конечно здорово так ладно все тут я уже все в принципе показал сейчас я пойду сбегаю на башню сделаю несколько красивых видео все таки осень и потом пойду может мне кстати какая палочка попадется все там потыкать понять это стекло или битум ну все до следующего видео и вот хоть и работал немножко с каменщиком но вот немножко честно скажу не непонятно что это бетон не бетон вообще непонятно не знаю чего это за камень вроде камень вроде бетон непонятненький ну вот пожалуй пошел а дальше так часы кстати к сожалению солнца нету не хватает чтобы сравнить времени с правильно хоть показывают правильно их поставили не не видать очень жаль думал сейчас еще выйдет так 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 Продолжение следует... Ну, вы посмотрите, нигде без итальянцев не обошлось. Тут, во-первых, что было, вот замуровано, прям чётко видно. И вот табличка. Италин. Мне вообще интересно, тут источник или там насос стоит. Не заглянешь, к сожалению. Вообще, в горах есть источники, которые тоже вопросы вызывают. Ладно, пошёл дальше. В общем, внутри вообще ничего нельзя бы смотреть. Ещё раз я поспрашивал, там она открыла. Какая-то у них коптёрка подошёл, не успел снять. А внутрь, вот единственная витрина, где можно что-то вовнутрь заглянуть. Это всё, ё-моё. Ну, естественно, ответ получил, что нету никаких вниз помещений. Хотя, с той стороны, интересно, откуда же бойницы? Куда же с той стороны внизу арка? В общем, странный ответ я получил, что ничего нету внизу. Ну, пойду ещё чуть-чуть прогуляюсь, ещё немножко время есть. Прополся тут по кушарям. Ну, в принципе, не такие уж и кушари. Вот этот видён, про который я говорил. К сожалению, дотой бойницы не набраться. Слишком она высоко. Спросил я, что-то есть внизу, ничего нету. Ну, ладно, к этой арке попробую пройти. Интересно же, ограждений тут нету. Значит, не запрещено ходить здесь. Вот эта странная окошечко, миниатюрная. Куда? Здесь внизу, что? Непонятно, какой-то огромный бугор. А тут целый туннель. Я бы, конечно, туда залез. Но, блин. Там труба, стена кирпичная. В общем, небольшой такой туннельчик. Так, снял я, нет. Сейчас ещё раз попробую, чтобы чётко видно было, что тут вообще. Небольшой туннельчик есть. В общем, говорят, ничего нету внизу. Но меня гложет смутное сомнение, что там ничего нету. Вот этот даже бугорок, заросший, вообще не видно, что там камни или что. Меня тоже вызывает вопросы. Вообще ничего не видать. Что-то бетон, не бетон, непонятно. Но явно это неприродное. Похоже, что человеком сделано. И вот и огромная арка ещё. Ну всё, больше я сюда возвращаться не буду. Всё равно понимаю, что никуда не попаду. Совершенно никуда не попаду. Здесь такие окошечки маленькие, типа бойницы. Там что-то типа балкона. В общем, оттуда, от самого верху, я понимаю, что там есть везде комнаты. Но никуда не пускают. Всё закрыто наглухо. А когда закрыто, возникают вопросы. Вот это, кстати, что там? Голова тоже отбитая. Даже не пойму, где. А, вот внизу голова была. Ага. Тоже отбита голова. Ну, в общем-то, я вот сюда вот, до той бойницы. И там же по-любому комната есть внизу. Насколько внизу, ещё непонятно. Ладно. На этом, пожалуй, всё. Поехал я дальше. Да, забыл сказать. Всё-таки нашёл я палочку. Хотя парк вылизанный отлично. Убирают. Просто здорово. Палочку найти проблема. Но твёрдость не позволяет. Вроде тепло. Битум, по идее, вроде как бы должен ковырнуться. Но ничего я не смог сделать. Это надо иметь какой-то металлический какой-нибудь штырёк. В общем, ладно. На этом, пожалуй, всё. Не знаю, что это стекло или битум. К сожалению, не смог выяснить. Плохо опять подготовился. Ну, кто его знает. Вдруг я ещё где-то когда-то здесь рядом буду проезжать. И ещё раз заскочу с каким-нибудь металлическим прутом. Теперь точно всё. Поехал далее.